Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь. Слово Божие – живое и действенное. Именно для этого мы и собрались сегодня – высвобождать Слово Божие в нашу жизнь. И давайте начнем с молитвы. Отец, мы поклоняемся Тебе и открываем наши сердца, чтобы принимать Твое Слово. Пусть оно входит в нас и меняет нас ради Твоей славы во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы начинаем серию под названием «Исайя и мессианское пророчество». Многие из вас читают и изучают Новый Завет, но при этом делают очень маленький акцент на Ветхом Завете. На иврите он называется Танах. Но сегодня я покажу вам, насколько важен был Ветхий Завет для Иисуса и Его последователей. И как Иисус и Его последователи использовали Ветхий Завет, чтобы открыть, каким будет Мессия, а затем показывали, что Иисус и есть Мессия. И сегодня мы будем рассматривать еврейское священное Писание и увидим, что там сказано, что Бог имел особую и конкретную роль для народа Израиля. А затем мы посмотрим, полностью ли Израиль исполнил свое предназначение от Бога. Потом мы поговорим о том, как Израиль исполнил свою роль, дав миру своего представителя, Мессию Иисусом. А затем мы посмотрим конкретные места в Ветхом Завете, где говорится об Иисусе. Еще раз подчеркну, что мы будем разбирать мессианские пророчества, и со временем мы перейдем к книге Исаии. Но пока мы дойдем до нее, я хотел бы вначале посмотреть в еврейском Писании на пророчества об израильском народе и о том, как Израиль исполнил свое предназначение, дав нам Мессия. Давайте начинать. Откройте, пожалуйста, Второзаконие, 7 главу 6 стих. «Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовеки». Пожалуйста, послушайте Слово Божие. «Бог говорит евреям, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Из этого стиха мы можем сделать вывод, что Бог весьма прямо выделяет еврейский народ. Он выделяет еврейский народ из всех народов для одной конкретной цели. Послушайте другие стихи из Библии, которые говорят об этом же. Итак, Исаия, 41 глава, 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал». Хочу объяснить это, если вы недавно смотрите нашу программу или не знакомы с еврейским учением. Бог вначале обратился к Израилю, а потом переключился на Иакова. Послушайте еще раз. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал». Израиль и Иаков — это один и тот же народ. Иаков был потомком Авраама, а вначале был Авраам. Потом Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, а затем Бог изменил имя Иакова на Израиль. У Иакова было 12 сыновей, которые стали главами 12 колен Израиля. Поэтому, когда Бог говорит «Иаков», он обращается к Израилю. «Израиль и Иаков — это один и тот же народ». Давайте еще раз посмотрим на 41 главу, 8 стих. Там мы читаем «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Это интересно, потому что здесь отслеживается начало еврейского народа, начало иудаизма, или лучше будет сказать, подтверждение избранности этого народа. И оно отслеживается до самого Авраама. Вот почему в иудаизме родословное отслеживается до Авраама. Многие наши молитвы начинаются с обращения к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Авраам был первым евреем, он родоначальник еврейского народа. Он был тем, с кем Бог заключил завет и пообещал благословить через него весь мир. Мы увидим это через минуту. Итак, еще раз «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». То есть это отслеживание истории Израиля до самого Иакова и далее до Авраама. Бог назвал Авраама своим другом. Задумайтесь над этим на мгновение. Бог говорит «Авраам, мой друг». Да, Бог такой. Он друг. И он желает быть вашим другом. Он хочет быть моим другом. Кстати, в Новом Завете сказано, что благословение Авраама пришло на всех, кто верит в Божьего Мессию Иисуса. Большинство из наших зрителей не евреи от рождения. Но вы вступили в отношения с Богом Израиля через Мессию Иисуса. И Бог говорит в Писании, если язычники, то есть не евреи, вступают в отношения с Богом Израиля через Иешуа, миссию Иисуса, то на них приходит благословение Авраама. А в чем же заключается благословение Авраама? Мы только что читали это. Бог назвал Авраама своим другом. Поэтому знайте, что вы друг Бога. У вас с ним дружеские отношения. Иисус сказал, «Я больше не называю вас рабами, я называю вас друзьями». Вот какие близкие и теплые отношения Бог желает иметь с нами. Давайте продолжим наше изучение и откроем 45 главу Исаии. Посмотрим на 4 стих. Послушайте Слово Божие. «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и не знал меня». Мы продолжаем говорить об избранности Израиля и еврейского народа. Но сейчас я хотел бы продолжить эту тему в Новом Завете. Мы уже установили, что Бог выделил Израиля среди всех народов земли. Чуть позже я объясню, какое отношение это имеет к вам, поэтому никуда не уходите. А сейчас мы откроем Новый Завет и увидим ту же концепцию, а именно, что Бог имеет особое призвание для еврейского народа. Вначале мы рассмотрим слова Иисуса в Евангелии от Матфея, 15 главе. Это стихи с 21 по 24. Послушайте Слово Божие. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Ханониенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Итак, что же здесь произошло? Иисус служил где-то, а женщина, которая не была еврейкой, начала кричать, «Помоги мне, спаси мою дочь». Ученикам мешала эта кричащая женщина, и они даже сказали Иешуа, «Отправь ее отсюда». Но Иисус ответил той женщине, «Ничем не могу помочь. Я был послан только к погибающим овцам дома Израилева». Она была язычницей, поэтому Иисус сказал, «Я не могу тебе помочь». Он сказал, что он послан только к овцам дома Израилева. Обратите внимание, что Иисус ассоциирует себя с пророчествами Ветхого Завета, которые мы только что читали. Бог выделил Израиль как уникальный народ. А теперь приходит Иисус. Он пришел из Израиля, из рода Давида. Он родился евреем и жил как еврей. И он говорит этой женщине, язычнице, «Послушай, я здесь ради овец дома Израиля. Если вы не еврей, то вам может быть неприятно это слышать». Это может даже немного оттолкнуть вас. Но знайте, что это было непросто. Вначале Иисус должен был исполнить свою миссию внутри Израиля. И только потом его благодать могла стать доступной всему миру. Сегодня евреи и язычники объединены в миссии. Если вы не еврей, то он любит вас так же сильно, как любого еврея. Дело совсем не в этом. Просто у Бога была конкретная цель, и она началась с Израиля. Именно это мы и видим в этом отрывке Слова Божьего. Похоже, инцидент произошел в Евангелии от Иоанна в 4 главе. На иврите мы говорим «Евангелие Йоханана». Итак, в 4 главе Иисус был у колодца. Многие из нас знают эту историю о женщине у колодца. Эта женщина не была еврейкой, и она начала диалог с Иисусом, пока он стоял у колодца. Она сказала Иисусу «Я вижу, что ты еврей. Мы поклоняемся Богу не так, как еврейский народ. Мы поклоняемся на этой горе. А вы, ребята, поклоняетесь в Иерусалиме». И в 4 главе Иисус отвечал ей. Он говорит «Женщины, вы не знаете, чему вы поклоняетесь, а мы знаем, чему мы поклоняемся, потому что спасение от евреев. Церковь. О чем это говорит нам с вами? Если мы хотим полностью понять Писание, то нам нужно понять его с еврейской точки зрения. Вот что Иисус сказал той женщине. Он сказал «Женщина, может, ты говоришь искренне, но ты не знаешь, чему вы поклоняетесь». Мы же знаем, чему мы поклоняемся, потому что спасение от евреев. И изучая пророчества, которые Бог произнес об Израиле, мы придем к Иисусу и к Его отношениям с вами. Вам очень важно понять это, потому что христианская вера родилась в Израиле. Поэтому оставайтесь с нами. Я понимаю, что это непростая тема, и придется глубоко копаться в слове, и иногда будет даже желание сдаться, но, пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что Бог откроет вам истины, которые укрепят вас в вашей вере. Шалом, возлюбленные! Мы видели, как приходили совершенно разные люди. Мы видели, как тысячи обращались к Иисусу, исповедуя свои грехи. Мы видели, как они бежали. Они бежали, чтобы спасти свою жизнь. Если вы готовы бежать к Иисусу, если вы никогда раньше не бежали к Нему, сейчас больше ничего не сдерживает вас. Придите! Приходите к Нему! Прямо сейчас! Бегите к Иисусу! «Скажите, Иисус, я бегу к Тебе сегодня!» Отец, спаси нас от наших грехов! Мы исповедуем сегодня, что Иисус наш Господь! Приди и живи в наших сердцах! Прости нам наши грехи! Омой нас своей кровью! Мы отдаем Тебе наши жизни! Мы каемся! Мы обращаемся к Тебе! Мы будем следовать за Тобой! Отец, спаси меня! Иисус, спаси меня! Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельства», чтобы поделиться своей историей. Всю жизнь я был колдуном. Я стал им из-за насилия в семье. Я устал от этого и убежал из дома. Я начал употреблять алкоголь и наркотики, а расплачивался за это интимными услугами. Я жил так 32 года. А три года назад я отдал свою жизнь Иисусу Христу, и это случилось благодаря вам. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке, тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам! Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. С годами я понял, если люди понимают еврейские корни своей веры, если они видят Иисуса в еврейском писании и видят, что Ветхий Завет говорит об Иисусе, если они видят Иисуса в ветхозаветных пророчествах и в других книгах Ветхого Завета, то это укрепляет и стабилизирует их веру. Им не нужно переживать о том, правы ли они. В современном мире столько веяний, и все они говорят, наш путь самый правильный. Кстати, недавно я смотрел документальный фильм о том, как люди в тюрьме обращаются в ислам. Правда в том, что жизни этих людей улучшились после обращения в ислам. Они перестали воровать, убивать и делать другие вещи, за которые сажают в тюрьму. Ислам помог им, и когда это видят люди, не знающие Писания и не имеющие глубоких отношений с Богом, то не знают, почему им нужно выбирать именно христианство. Посмотрите на мусульман. Они считают, что они правы. Они меняются и становятся хорошими людьми. Так кто может сказать, что какая-то религия лучше других? Спрашивают люди. Сегодня многие считают, что все дороги ведут к Богу. Главное — быть хорошим человеком. Но в Библии сказано, что нет другого имени под небом, которым мы можем спастись. И это имя Иисуса. Перед Ним склонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос, или Иешуа Хамашиа, Господс. И когда мы с вами видим Иисуса в книгах Ветхого Завета, особенно в книге пророка Исаии, то это укрепляет нашу веру. Корни нашей веры становятся глубже. И хотя вы видите вокруг представителей других религий, и кажется, что эти религии помогают им, но они не переводят их в вечность, только Иисус переводит вас в вечность. Поэтому он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». «И никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Итак, Иисус сказал женщине у колодцем, «Женщина, вы не знаете, чему вы поклоняетесь». А мы знаем, потому что спасение от евреев... Мы уже с вами установили, что евреи — это избранный Божий народ. Но спросите себя, а для чего они избраны? Для чего были избраны евреи? Что означает их избранность, и как она влияет на меня? Не еврей может сказать, если евреи избраны, то значит ли это, что я не избранный? Поэтому я хочу заявить громко и отчетливо, Бог избрал израильский народ, чтобы через них принести свою милость и благодать всему миру. Откуда мы это знаем? Напоминаю, что первым евреем был Авраам. Я рассказывал вам о нем в начале программы. Вот почему во многих еврейских молитвах есть упоминание Бога Авраама, Исаака и Иакова. Родословное евреев началось с Авраама. А какое обещание Бог дал Аврааму, в которое входите и вы? Находится оно в книге Брешит или Бытие. Это 22 глава, 18 стих. Бог сказал Аврааму, «Благословятся всеми не твоем, все народы земли». В семени, единственное число, одно семя, а не много. «Благословятся всеми не твоем, все народы земли». То есть все. И вы тоже. Значит, от самого начала у Бога была цель, чтобы через Авраама пришло семя, а Павел говорит, что это семя – это Иисус. То есть через Иисуса Бог собирался благословить весь мир. И Бог выбрал народ, через который должен был прийти Мессия. А вот почему Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса до самого Авраама. Получается, что план послать к нам Иисуса был задуман еще в книге Бытие. Мы продолжим разбирать эту тему, и я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Все пророчества, которые Бог произнес на Израиле, а Он произнес множество пророчеств, и нам нужно взглянуть на них и спросить себя, «Исполнил ли еврейский народ все пророчества и все обещания, данные им Богом?» А если мы посмотрим на историю Израиля и все, что с ними происходило, то нужно признать, что Израиль, имеется в виду еврейский народ, а не просто его семя в лице Иисуса Христа, не полностью исполнил Божие предназначения. Сейчас евреи не занимаются примирением людей с Богом, а также они не обращают язычников в свою веру. Они считают, что их роль в том, чтобы учить Божьей этике и морали, рассказывать миру, что есть только один Бог, и жить по Его этическим заповедям. То есть Израиль в целом не проливает свет на этот мир. Но Божественный Представитель Израиля, Царь Иисус, исполнил предназначение Израиля, став тем, кто принес всему миру откровения о Божьей любви. Это важно понимать, потому что, изучая мессианские пророчества, мы окунаемся в Ветхий Завет и видим, что Бог много всего сказал об Израиле. Но если мы будем честны, то нам придется признать, что Израиль исполнил это не полностью. Почему я столько говорю об этом? Потому что в иудаизме, выходцем из которого я являюсь, как многие из вас знают, я еврей, традиционный иудаизм заявляет, что многие мессианские пророчества уже исполнены. «Израилем, еврейским народом». То есть иудаизм заявляет, что многие из этих пророчеств, которые мы рассматриваем, не об Иисусе, а о них, о еврейском народе. Но правда в том, что еврейский народ не исполнил и не может их исполнить. Послушайте, что сказал Моисей в конце своей жизни. Я прочту вам из 31 главы Книги Второзакония. Начнем с 24 стиха. Это слова Моисея к еврейскому народу прямо перед его смертью. Когда Моисей вписал в книгу все слова Закона с его до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказав, возьмите сию книгу Закона и положите ее одесную ковчег Завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя, ибо я знаю упорство твое и жестоковыность твою. А вот и теперь, когда я живу с вами, ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей. А в 29 стихе Моисей говорит, я знаю, что после моей смерти вы развратитесь. Так все и было. А вот почему они были выселены из земли обетованной. Итак, пророчества о том, что Израиль станет светом для всех народов, не исполнились. Израиль споткнулся и упал, но божественный представитель Израиля, царь Иисус, исполнил те древние пророчества от Бога, и на следующей неделе мы копнем еще глубже. Поэтому не пропустите следующий выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Когда мы с вами погружаемся в Слово и начинаем понимать еврейские корни нашей веры, то ничто не сможет поколебать нас. Увидимся через неделю. С вами был Равин Шнайдер. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующей программе Равин Шнайдер продолжит разбирать мессианские пророчества и расскажет о моментах, которые встречаются и в Ветхом, и в Новом Завете. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Мы каждый день ставим Его на первое место в своей жизни. Мы следим за своими мыслями, осознанно фокусируемся на правильных вещах, следим за своими словами и за тем, что мы смотрим по телевизору. Все это важно для Бога, включая также и наши финансы. Вот почему на протяжении всей Библии мы видим, как люди, любящие Бога, почитали Его своими финансами, начиная с Авраама. Если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный галлютень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.